Валерий Федорович Касатонов – бывший морской офицер. В гостях у ребят Центра юных моряков капитан первого ранга не впервые. Валерий Федорович уже давно живет в Бресте, несмотря на то, что родина его – город Ленинград. Он с радостью приходит на встречи, делится впечатлениями о службе, рассказывает о тонкостях своей профессии и, конечно же, дарит ребятам возможность почувствовать себя настоящими моряками, примерив знаменитую форму. В канун Дня защитника Отечества ветераны флота встречаются с юными моряками нашего Центра. Мы рассказываем про службу на флоте, как надо себя готовить к защите Отечества. То есть не только там речь идет о каких-то военных действиях, а как надо закалить свой характер, научиться плавать. Вообще в Беларуси на сегодняшний день насчитывается порядка 200 тысяч моряков, которые, скажем так, свою жизнь отдали и посвятили флоту. Поэтому, естественно, что встреча наша разнообразная. Встреча с моряком, настоящим капитаном Валерием Касатоновым, оставила неизгладимое впечатление у ребят. Это было видно по заинтересованным лицам мальчишек и девчонок, по вопросам, которые они задавали, по неслабевающему вниманию. Встреча оказалась очень яркой, впечатляющей и, что немаловажно, познавательной. Андрей Дацик – воспитанник Центра, очень серьезный и ответственный молодой человек. Он давно для себя решил, что, когда придет время поступать, обязательно выберет вуз морской направленности. Поэтому Андрей активно занимается в учреждении дополнительного образования и не пропускает занятия. Сегодня у него была исключительная возможность почувствовать себя настоящим моряком. Именно ему выпал шанс одеть настоящую фуражку морского офицера. Я хожу в Центр юных моряков уже второй год. Мы тут занимаемся морской биологией, изучаем в разных играх. Еще мы вяжем морские узлы. Это очень интересно. Впервые я его вижу. И для меня это настоящая честь увидеть моряка, настоящего подводника. В 2013 году Центр юных моряков с флотилией отпраздновал свой 25-летний юбилей. За четверть века через стены этого учебного заведения прошла не одна сотня мальчишек и девчонок. В программах кружков изучение истории мореплавания, а застроение современных судов, основы зрительной связи и сигнализации. Лучшие воспитанники получают рекомендации и помощь для дальнейшего обучения в высших морских учебных заведениях России. Педагоги учреждения дополнительного образования не ставят своей целью сформировать у всех ребят желание заниматься именно этим ремеслом. Однако они уверены, что то время, которое подростки проводят в Центре, не прошло даром. Здесь мальчишек и девчонок обучают быть настоящими людьми. И это считают преподаватели учебного заведения своей главной задачей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!